Николай Константинович, смотрите, очень много разговоров о том, когда все закончится. Вот эта вся спецоперация, люди постоянно мусолят эту тему, она их волнует. Но мало кто говорит о том, с чего все-таки все началось. Слушай, на мой взгляд, это все началось, безусловно, с того момента, когда наши власти перестали выделять Украине должное внимание. В общем, понятно, это исторически близкая нам земля и очень близкие люди, об этом много постоянно говорят, что там куча перемешанных родственных связей, и друзей, и сослуживцев, и однокурсников. То есть этих связей, они миллионы. И вдруг эти связи оказались разорваны. И понятно, это произошло не в один момент. Поэтому, когда мы говорим «когда», тут корректнее и правильнее говорить, в течение какого времени это происходило. Ну вот, например, Путин, он любит ссылаться на события постреволюции, когда Ленин, большевики краили границы Российской империи, создали за эту Украину, отрезали к ней территории, которые никогда к Украине не относились. Ну, безусловно, если смотреть вот с той точки зрения, что Украины как государства не было никогда, и если бы его и не стало, то и не было бы конфликта, это правильная точка зрения. Но, на мой взгляд, это просто перекладывание с больной головы на здоровую. Это вы про то, что Путин любит применять вот этот тезис об одном народе, касаемо Киевской Руси? Да, то есть у него много об этом говорит, написал даже целую статью очень большую. Она, кстати, очень спорная с исторической точки зрения, но вот я пока сконцентрируюсь на главном. То есть, по сути, виноваты все, там и цари виноваты, уж тем более Ленин виноват, и Хрущев виноват, который Украине Крым отрезал, и Ельцин виноват, который при развале Советского Союза совершенно не учел интереса русского населения Украины. Все виноваты. Но вот получается, а он, люди, которые по его указанию руководили внешней политикой, они никак не виноваты, получается? То есть, все было предопределено уже в 1991 году во время Беловежских соглашений? Я с этим не соглашусь абсолютно, потому что история знает много примеров, когда страна распадалась, а потом могла снова собраться. И вот, кстати, пример Российской империи, которая в 1918 году полностью распалась на кучу кусочков. Гетман Скоропадский создал Украину, и, собственно говоря, потом страна все равно объединилась. То есть, большевики смогли снова ее собрать. Поэтому то, что Советский Союз распался в 1991 году, это, безусловно, катастрофа, здесь не поспоришь. Но то, что происходило после катастрофы, это уже отдельная история, у которой свои авторы и свои виновные лица. Это все происходило на моих глазах. То есть, Путин, он же вот правит, 22 года. Собственно говоря, это все происходило как раз вперед, когда я входил в взрослую жизнь и проживал эту жизнь. И меня всегда удивляло, кто был от России, например, послами на Украине. Черноморгин, например, Виктор Степанович. То есть, это профессиональный газовик. Человек, который всю жизнь добывал газ. Ну вот потом, в 90-е годы, он стал премьер-министром. Но никогда не был дипломатом. Он никогда не отвечал за межгосударственные отношения, потому что даже должность премьер-министра по нашей Конституции, она не подразумевает участие во внешней политике. Это исключительная прерогатива президента. И вот вдруг его отправляют в почетную отставку и направляют послом на Украину. Вот он был такой у нас деятель от пенсионного фонда, проворовавшийся, Зурабов. Его направили послом на Украину. То есть, Украина стала таким отстойником каких-то, знаешь, отставников. Ненужных людей. Ненужных людей, вот, да. Ну, понятно, если ты назначаешь на ключевую должность на Украину вот таких вот людей, то какой ты ждешь результат после этого? А в это время, безусловно, на территории Украины активно работали зарубежные НКО. Работало американское посольство. Только американцы, они не направляли туда своими послами каких-то, знаешь, отставников проворвавшихся, которым нужно было дать синекуру почетную, как некую гарантию того, что их на родине не посадят за завершенные ими преступления. Туда отсылали нормальных, грамотных специалистов. Сформировали хорошую команду, которые активно работали с населением, с образованием, с образовательным учреждением имеется в виду, работали со студенчеством, работали с деловой элитой, с культурной элитой страны, работали с политическим руководством. Это на территории Украины? Безусловно, да. И в итоге получилось что? Получилась на самом деле ситуация аналогична той, которая сложилась у нас. Деловое сообщество, политическая элита, даже студенты, молодежь стали смотреть на Запад. Вот я когда учился в 90-е годы в Москве, у нас было очень много украинцев. Девушек, юношек, которые приезжали из Киева, учились в Москве, это считалось очень престижно. Но вот уже в 2000-е годы украинцы, есть у них такая возможность, стараются ехать учиться на Запад. И, кстати, могу сказать, такая же проблема не только на Украине. Вот у меня есть старый очень мой друг, товарищ, казах этнический, который вел долгие годы бизнес в Москве, потом, правда, переехал вести бизнес в Турцию. И он всегда считал, что его подрастающие дети будут учиться в Москве, в МГУ, в МГИМО, в РУДН, в Высшую школу экономики. Ну уж куда там дальше они выберут сферу интересов. Но в итоге, когда вот его старший сын подрос и достиг порога необходимости выбрать вуз, куда он будет поступать, он к папе пришел и говорит, пап, вот ты хочешь, чтобы я учился в МГУ? Ну вот смотри, в мировом рейтинге МГУ находится где-то ближе к сотой строчке. Даже вот Стамбульский университет, где ты сейчас живешь, ведешь бизнес, он в рынке находится на более выгодных, приоритетных позициях. Может быть, тогда я к тебе в Стамбул приеду, буду учиться, и будем вместе, и образование отдаст мне больше возможностей с точки зрения последующей карьеры. Но это доводы, против которых спорить невозможно, потому что надо платить деньги, оплачивать проживание ребенку своему, и, соответственно, в итоге сын поехал учиться в Америку вообще. Потому что, ну уж если куда-то ехать, из дома отрываться от семьи и учиться где-то, то, безусловно, надо учиться там, где в итоге ты получишь образование, которое даст тебе больше возможностей. И понятно, что это вот прям вот классический водораздел, который отрывает страну от другой страны, потому что там, где ты учишься, проводишь лучшие студенческие годы своей жизни, безусловно, там у тебя возникают очень крепкие эмоциональные, духовные, личные связи с твоим окружением. Потом, да, может быть, жизнь раскидает по всей земле, но вот то, что вы вместе учились, разговаривали на одном языке, это будет связь на всю жизнь. Поэтому, когда молодежь едет учиться не в Москву, например, а в Париж, в Лондон, в Швейцарию, либо в Канаду, или в Америку, то вот уже прям на стадии формирования будущего специалиста, какого-то важного человека, происходит разрыв. Вот она причина. Нет, а вот смотрите, я понимаю, почему Украина смотрела на Запад. А чем была интересна Украина самому Западу? Украина Западу интересна тем, о чем, в принципе, прямо заявил в свое время Кучма. То, что Украина, это не Россия. Украина очень важна для нас. Она важна, ну, знаете, это вот, если вы хотите сделать что-то очень плохое для кого-то, да, то вы всегда ударите либо по самому человеку, либо по тому, кто ему близок и дорог. Есть то же самое, да, то есть, вот есть Россия, которая вооружена ядерными боеголовками, если не так просто сладить. Как вот нанести удар, который будет болезненнее? Нужно оторвать от нее наиболее близкий кусок, наиболее близких людей. И понятно, что это, это, конечно, не Прибалтика, это, конечно же, не Закавказье, это Украина. В том, что это во многом один народ, и с этим тоже согласен. Я не отрицаю существование, ну, украинского этноса какой-то, он, видимо, сложился и есть, но в нем понимание, это вот такая западная часть страны, которая столетиями находилась под властью польских панов, под властью австро-венгров, и там действительно сформировался какой-то свой субэтнос, не очень сильно похожий на тот, который жил на левобережье Днепра. Ну, так бывает на самом деле, да, то есть, вот пример, который вот просто классический, это сербы и хорваты. Кто такие хорваты? Это те же самые сербы, только принявшие католицизм. То есть, они культурно отделились, и в итоге возник другой народ. То же самое и на Украине. Понятно, та Украина, которая была под властью московских царей, тяготели к русскому народу, а та часть, которая была под властью поляков, католиков, под властью австрияцев, австрияков, тоже католиков, они и ментально стали ближе к ним, соответственно, и дальше от нас. Тем не менее, вот тем не менее, да, это вот такие вот вопросы, они формовали концептуальную основу для текущего конфликта. А все-таки непосредственная причина, это, конечно же, бездарная внешняя политика, абсолютно провальная. Да, и безусловно, это нужно признать и сказать, да, блин, черноморья назначить послом на Украину, да. Ну, блин, после этого можно, в принципе, назначать вообще любого человека. Там, руководителя, Росгост, цирка, тоже можно отправить послом работать. Но если ты говоришь, что это важная страна, там должен работать исключительно профессиональный человек. А мы помним, что черноморья, Виктор Степанович, вот при всем уважении к этой личности, но ты помнишь, как он по-русски-то изъяснялся? По-русски ли? Ну, то есть, Кличко, этот мэр Киева, он отдыхает, на самом деле. Кличко еще так неплохо говорит, потому что черноморья, он реально даже двух слов связать не мог. Там, на самом деле, вот легко в интернете найти его просто блестящие коронные фразы. Все имели? Мы все имели! Встаньте, кто все имел! Во-во-во! Экономике нужен кислород. Как раз наоборот. Это не кислород. Один раз дыхнешь, а потом только останется дрыгнуть ногами. Мы никуда не вступаем. Нам нельзя вступать. Мы, значит, как вступать начнем, так обязательно что-нибудь наступим. Ну, в общем, это вот те, которые мы допустили. Они послужили непосредственным толчком к этому конфликту. Но, безусловно, есть и очень такая важная причина и проблема со стороны самого Украины. То есть, очевидно, что действительно Украина это полиэтническое государство. Там, помимо украинцев, ну, люди, которые считают себя украинцами, на момент возникновения независимой Украины жило очень много русских. Дальше мы знаем, там и живут поляки, там и живут венгры, там и живут славянцы, там и живут русины, там и живут татары, там и живут много других титульных наций. Но русские составляли на момент образования Украины больше половины населения. То есть, больше половины считало себя русскими людьми. И понятно, когда у тебя вот такой этнический состав, то это необходимо закрепить в основном законе, чтобы не было никаких внутренних противоречий между приводающими титлами народами в одном государстве. Вот в этом плане я очень люблю приводить пример того же самого Казахстана. Ну вот реально, вот казахи в этом плане большие молодцы, они во многих вопросах большие молодцы, я общаюсь с ними часто, часто был в этой стране и действительно по многим параметрам они нам могли бы поучить нас кое-чему. Так вот, в Казахстане тоже проживает большой процент русских и русскоязычных людей. Когда я говорю русскоязычных, это может быть этнические, но не русские, но люди, которые не являются казахами и для которых русский является, ну если не родным, то во всяком случае разговорным языком. Но при этом казахи, безусловно, преобладают, причем очевидно преобладают. В любом случае, имея значительный процент русских и других национальностей, казахи, Казахстан установил для русского языка статус официального. Помимо даже чистого простого уважения к гражданам, которые разговаривают и считают русским своим родным языком, это имеет очень много удобств с точки зрения даже осуществления своих прав, потому что официальный язык позволяет тебе прийти в суд, в административный орган, обратиться по любому поводу в любую инстанцию, любое учреждение на официальном языке, на русском. И твой вопрос тоже будет рассматриваться именно на этом языке. Это очень важно с точки зрения бытового комфорта. У тебя случился спор, например, по поводу нерадивых действий местной администрации, что-то они не так сделали, нарушили твои права. Ты идешь в суд, но ты, например, не владеешь казахским языком. Это, конечно, плохо, надо учить государственный язык, ну, не владеешь, да. Но государство, из уважения к тому, что русские, русскоговорящие составляют, ну, достаточно значительный процент населения, предоставило тебе возможность осуществлять свои права гражданские на родном для тебя языке. В России тоже есть такие правила. Вот у нас страна многонациональная, очень много народностей, и они проживают, как правило, компактно. То есть понятно, что страна свободная, в итоге люди перемещаются по этой стране без каких-либо ограничений, но, тем не менее, вот есть территория компактного проживания, например, татар, кабардинобалкарцев, чеченцев, дагестанцев, бурятов, хакасов. Да, и, соответственно, в каждом вот этом национальном регионе язык коренного народа, он тоже является официальным. То есть хакас может обратиться в суд на родном для себя хакасском языке, подать документы на хакасском и требовать осуществления необходимых процедур для понятного родного для себя языка. Это очень важно. На Украине этого не было. То есть на Украине обращаешь в суд, ты должен был разговаривать там на украинском. Причем, понятно, это нарушалось повсеместно, потому что там и полицейские, и чиновники, и судьи, все повально говорят на русском языке. Но, тем не менее, формально, вот документ, герб, вот на украинском надо это все делать, да? Вот. Дальше мы же помним, начиная с Ющенко, русский стал выдавливаться из общественной тоже сферы. То есть стали поощряться переход средств массовой информации на украинский язык. Новостные ленты стали выдаваться тоже на украинском языке. Я это называю принудительной украинизацией. Почему принудительной? Потому что власть заставляла это делать. Понятно, так, чтобы приходили с автоматами, может быть, поначалу не было, но была настоятельная рекомендация. В итоге, понятно, люди, которые разговаривают на русском, стали чувствовать себя притесняемыми. Но плюс, помимо этого, это же как-то стороны наблюдается тоже. Вот я понимаю, там все это, московское руководство, смотрит на братское для нас государство, где братья берут и начинают ущемлять никого бы то ни было, не каких-то инопланетян, а по сути нас же. Безусловно, это вызывало чувство оторопи, обиды, неудовлетворенности. Но поскольку нормальные, внятные политики с Украиной мы не проводили, то как-то этому что-то противодействовать мы не могли противопоставить. Ну и в итоге все это скатилось к тому, что политики на Украине в своей такой антироссийской политике уже вообще перестали на Москву оглядываться. А я ведь правильно понимаю, что Ющенко был абсолютно прозападным политиком? Ну да, он был прозападным, но я могу сказать, что и российская элита тоже прозападная. Да, в конце концов, ну вот сейчас вот с началом военной операции на Украине европейцы арестовали яхты наших олигархов. И где эти яхты в итоге оказались на момент своего ареста? Ну большинство в европейских портах. Какая-то часть была в Тихоокеанских портах. И только Дерипаска, по-моему, успел перегнать свою яхту во Владивосток. Вот просто вот удрал, что называется, из-под носа ареста, вот он успел эту яхту действительно увезти. Вовремя метнулся. Вовремя метнулся, да. И на самом деле украинская элита была такая же прозападная, как и наша. Ну в конце концов и... Ну вот Владимир Якунин, бывший глава РЖД, да, такой патриот, вот такие речи он толкает. Когда же его уволили из главы РЖД, он же там какой-то фонд учредил, начал нас учить там правильно родину любить и какие-то толкал темы исторические, такие правильные патриотические направленности. А у самого сын живет в Лондоне, недвижимость, там семья, получил английское подданство. Ну и таких примеров ты же понимаешь, вот бери вот любого федерального министра, замминистра, многих депутатов, членов Сафеда, наших крупных предпринимателей, у них все то же самое будет. Поэтому в этом плане украинцы, они как мы. И я думаю, что не это стало на самом деле заражающим фактором. То есть, когда русские и украинцы пересекались на курортах Турции, если мы говорим о среднем классе, либо где-нибудь на Лазурке, если мы говорим о более высоких слоях населения, то вместе кутили, дружили, гуляли, желали здоровья и долгих лет жизни. Главная была проблема вот именно в таких вот символических действиях. Не предание русскому статусу официального, изгнание русского из всех сфер общественно-политической жизни. Очевидно, что это такие были публичные пощечины, которые наша власть терпеть не хотела. То есть, ну, вели бы себя украинская власть по-другому, там, прозападная и в НАТО хочет вступить. На самом деле, ты же понимаешь, когда Путин говорит, что там от Украины подлетное время там сколько-то минут до Москвы, ну, на самом деле, от стран Прибалтики подлетное время для Москвы точно такое же. Абсолютно. Но почему-то мы не говорим, что Прибалтика в НАТО для нас это прям угроза нашему существованию. А про Украину мы сказали так. Ну, просто потому, что Прибалтики для нас реально чужие люди. Ну, вступили и вступили, да. А украинцы мы те, они их воспринимали как своих. И пока мы вместе отдыхаем на зарубежных курортах, это нормально. Пока мы храним деньги за рубежом, ну, это тоже нормально. Пока там наши дети учатся, это тоже нормально. Ну, извини, ну, вот такие вот символические вещи, как вот запрет языка или демонстративное неучастие. Украина, она же, хотя она вот единственная страна, ну, практически, нет, практически единственная, она не являлась членом СНГ. Ты знаешь об этом, да? Вот многие думали, что Украина члена СНГ, потому что они прислали своих наблюдателей. Но формально Украина никогда не была членом Содружества Независимых Государств. Такой тоже очень был демонстративный шаг. И, безусловно, я думаю, что вот именно такая вот воинственная, анти... глупая совершенно, антироссийская политика, она и послужила спусковым крючком. Но дальше, безусловно, события Майдана 2014 года. Я все очень хорошо это помню. Это все было там. Приезжала и Нулан, по-моему, там печенье раздавала на Майдане, поддерживала протестующих. Приезжали другие политики европейские. Ну, было прямое вмешательство во внутренние дела. И я хоть и помню, с чего это началось. С чего же? Ксения, это все очень просто. За несколько лет до 2014 года одновременно Европа и Россия начали борьбу за то, чтобы Украина вступила в курируемые и поддерживаемые ими экономические образования. У России это, ты знаешь, Еврозес, да? Вот. Куда уже входит и Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизия. Украина вот не входила. И мы прям всячески звали ее к себе. Ссылаясь на то, что у нас единое экономическое пространство по факту. Очень много экономических связей между заводами и предприятиями, свободное перемещение рабочей силы. А я напомню, что Путин, он же для украинцев ввел очень люботный режим. Они с точки зрения как раз трудовой миграции пользовались по сути режимом наибольшего благоприятствования. Но Украина, видимо, захотела в НАТО. Нет, НАТО это военно-политический блок, это отдельная проблема. Украина рассматривала вопрос в ассоциацию, подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это вот такое соглашение, которое, по сути, ничего не дает, потому что ассоциированным членом Евросоюза, об этом троллят многие, говорят, является Мексика, например, Турция, Тунис, даже, по-моему, и Сирия является ассоциированным членом Евросоюза. И вот Европа предложила такое соглашение Украине. И Янукович, он прямо вот метался, он то туда, то сюда. И в какой-то момент он сказал, все, иду, в общем, Евросоюз, ассоциация, подпишу вот это соглашение об ассоциации. Это было публично заявлено. Но в последний момент он передумал. И это произошло в ноябре 2013 года, очень неожиданно. Произошло почему? Потому что наш президент сказал, занял очень принципиальную позицию. Он сказал, на двух стульях не усидишь. Если ты от нас получаешь газ, другие минеральные ресурсы, там, ну, много чего от нас получаешь. Если ты на нашей территории реализуешь свои промышленные товары, да, там вот есть завод Мотор Сич, по сути, вся его продукция реализуется потом на территории Украины. Наши вертолетные, авиазаводы покупали двигатели, производимые Мотор Сичем. Много украинцев у нас работает, причем, ну, не просто какие-то гастарбайтеры, да, а у нас же очень много, ну, прям, крупных предпринимателей, почти олигархов, они этнические украинцы. И поздно, так не будет больше. Вот один пункт, вот, там, длинный-длинный перечень, да, того, что ты лишишься. А самое главное, я перестану тебя кредитовать. А Украина, действительно, она, как и Беларусь, сейчас очень активно кредитовалась в России. Европа денег уже особо не давала, потому что никто не верил вороватым украинским чиновникам, а мы, типа, верили. Ну, и плюс, очень многие писали о том, что как раз-таки Янукович был пророссийским тоже. Он не был по-российским, он был, он был, он был классическим представителем украинской элиты, ориентирован на запад, просто в России весь бизнес был, понимаешь, как, ну, реально, вот там, все дела с Россией шли, потому что, что такое Евросоюз? Это разделение труда, жесткая дифференциация. Там вот, локомотивы Евросоюза, Германия, Франция, Италия, Испания, ну, страны, которые что-то решают, когда вступает новый член, они говорят, так, подожди, вот мы здесь у себя уже производим станки, производим двигатели, поэтому нам ваш моторсич не нужен, вы должны будете его закрыть. Испания скажет так, а мы тут выращиваем вот такие вот цельхозтовары, вы их тоже у себя выращивать не будете, потому что в Евросоюзе не может быть внутренней конкуренции. В итоге страна вступает в Евросоюз на очень жестких условиях. Да, закрытие целых предприятий и отраслей временно Евросоюзом датируется. Датируется, датируется, 5, 10, 15, 20 лет, потом дотации обрубаются. И за это время ты либо развиваешь новые отрасли, либо у тебя такая же проблема, как в Греции случилась, когда они позакрывали кучу предприятий, новых не создали, а европейцы им в итоге дотации обрубили. И там случился огромный кризис, как ты знаешь, да? Ну, в общем, Янукович в последний момент передумал, и я помню, где-то в Приблатах, в Риге, если не ошибаюсь, должен был проходить саммит ЕС, где туда торжественно должны были принять, качество ассоциированного члены должны были Украину принять. А Янукович прилетает и говорит, а я не буду ничего подписывать. И ты бы видел, это прямо, ну, проходило в новостях, причем я сейчас говорю даже не о нашем, о наших семьях, а вот дочь вылили бы ее смотреть, слушать. он тут же стал каким-то парем, просто неприкасаемым, нерукопожатным. Его, там, когда шла такая общая фотография, ну, сессия, фотографирование, с ним даже никто не поздоровался. То есть все лидеры членов ЕС пришли, встали, никто даже на него не посмотрел, чуть-то вообще не изгнали его оттуда, да? Вот. После этого он возвращается в Киев и начинается Евромайдан. И украинцы, там бастовали какая-то часть украинцев по поводу вот действия Януковича, но европейцы, как они среагировали, они ему это не простили. После этого пошли очень жесткие комментарии в адрес Януковича. Сразу вспомнили, что он коррумпирован, сразу вспомнили, что он притесняет бизнес, что там суды беспредельничают, полиция возбуждает кучу незаконных дел, ущемление права. Вот сразу все вспомнили. До тех пор, пока он шел вот правильным путем, как они считают, с ним здоровались, целовались, улыбались, не применяли все его грехи. Как только он изменил европейскую интеграцию, сразу все припомнили. Начался Евромайдан, украинцы выходили на площади, как какая-то часть украинцев, европейцы очень жестко выступали против Януковича, но вот замутилась эта тема вся, которая в итоге в феврале привела к отставке Януковича. Через какое-то время после того, как Янукович бежал из страны, начались волнения на востоке Украины. Прежде всего, в Донецке, конечно. В общем, тоже очень хорошо помню, все эти волнения проходили под каким лозунгом. Но вот были же волнения в Киеве. Там Евромайдан, их нельзя было разгонять, европейцы были против этого и требовали от властей, чтобы они вступали в переговоры с лидерами Евромайдана и там какие-то компромиссии достигали бы, каких-то соглашений подписывали. И когда вот начались такие волнения в Донецке, доносились такие же речи, что, ну, такие же волны, такие же люди и киевским властям новым. Надо с ними точно так же договариваться, как это пытался сделать Янукович. И вот реально была такая иллюзия, что сейчас бытут европейцы, Ангела Меркель, Франсуа Ланд и скажут, да, действительно, надо, чтобы вот новая киевская власть обратили внимание на озабоченность Востока Украины, провели с ними переговоры, учили их там пожелания и дошли к какого-то консенсуса. Ничего подобного. Европа промолчала, просто вообще промолчала. А новая киевская власть в лице Турчинова, там был такой деятель, сейчас я уж не знаю, где он, да, канул в лета, по-моему, но тогда он, по-моему, возглавал у них СНБО, Совет по национальной безопасности. И он выпустил распоряжение, которым отправил на Донбасс войска, просто войска, да, с тем, чтобы они разогнали митингующих, там, не знаю, огнем ли, железом ли как-то, да, в общем, войска отправил. Ну, собственно говоря, понятно, что если не получились мирные волнения, дальше уже, очевидно, наши власти тоже в этом поучаствовали, тоже включили силу, тоже включили силу. Там уже в это время находился знаменитый Стрелков, или Стрелков, он же Гиркин, и, собственно говоря, начал активно действовать. То есть, подошедшие украинские войска, военные отряды, встретили там сопротивление хорошо подготовленных отрядов тоже. Понятно, руководили ими выходцы из России, бывшие российские офицеры, но к ним очень в большом количестве примкнули и местные жители. Вот началось то, что можно смело назвать гражданской войной. Дальше украинцы говорят, ну, вы вмешивались в эту войну, но, ребят, любая гражданская война не проходит без вмешательства сил извне. Вот знаменитая гражданская война в Российской империи 17-22-х годов тоже проходила при активном участии иностранцев. И англичане лезли к нам, и американцы, и японцы, и французы, и итальянец, в общем, все у нас, и немцы к нам пытались прийти воспользоваться смутой. Вот, поэтому любая гражданская война происходит с одновременным вмешательством иностранных сил. Ваша гражданская война тоже без этого не обошлась. Только одну сторону поддерживали мы, другую сторону поддерживал коллективный Запад. Обычно нормальная история. Чтобы ваши дела не вмешивались иностранные государства, нужно всячески избегать гражданской войны. Вот всячески их ее избегать. И в Россию когда шла гражданская война, а я именно гражданскую войну называю боевые действия в Чечне, потому что одни российские граждане, проживающие в Чечне, воевали с другими российскими гражданами. И мы помним, что на стороне чеченских граждан активно выступали в том числе жрудные террористы. Но проблема была в чем? Проблема была в Ельцине, который возникшую проблему с местными элитами чеченскими не смог никак среагировать, кроме как послать войска. Помнишь, мы, Кать, вопрос это обсуждали? У нас был ролик по Бурбулису. Бурбулис заложил вот динамит этой жуткой чеченской кампании. Но по своей природе это гражданская война была. От того, что она носила ярко выраженный национальный религиозный оттенок, она от этого не присылает быть гражданской войной. Потому что гражданская война часто происходит по национальному признаку, по социальному признаку, по религиозному признаку. Она происходит внутри одной страны между гражданами. Военным путем это не решить никак. Я вот напомню, на самом деле, после вторжения Басаева на территории Дагестана, туда опять пришли федеральные силы на территорию Чечни, начались боевые действия на территории Чечни. За счет чего был достигнут успех? Не за счет военной победы. Точнее, не только за счет него, потому что главная основа успеха это договоренности Путина с чеченскими лидерами. На тот момент их представлял Ахмат Хаджи Кадыров. Вот он с ним договорился. Ахмат Хаджи смог привлечь на свою сторону полевых командиров, старейшин. И вот они все вместе перешли на сторону федерального центра. И вот только при условии, что значительно часть чеченского общества поддержала Кадырова-старшего и перешли на сторону федерального центра, мы смогли успешно завершить боевые действия. Иначе это было бы чем закончилось? Это были бы боевые действия до полного уничтожения чеченцев. Как Сталин боролся в 1944 году? Что он сделал? Просто взял чеченцев и выселил в Казахстан. Типа решил проблему. А ничего не решил. В итоге эта проблема аукнулась через 50 лет. Поэтому внутренний гражданский конфликт не имеет военного пути решения. Можно повоевать, если какие-то политики допустили ошибки, но в итоге необходимо все решать за столом переговоров. Почему? Потому что если мы не хотим уничтожить какую-то часть населения, уничтожить не хотим, а хотим, чтобы она осталась, все нужно договориться о новых правилах сосуществования. И Турчинов, и Порошенко, они не захотели этого делать. Вот, собственно говоря, причины, непосредственные причины этого конфликта. Ну и плюс еще 2014 год. Ну, я суммирую, то есть это бездарная внешняя политика нашего руководства, и это, по сути, предательство украинских элит, с другой стороны. Две главные причины, которые привели, стали следствием вот этой военной кампании текущей. И все-таки, если говорить про 2014 год, когда мы аннексировали Крым, это же, получается, стало, можно сказать, последней точкой кипения в данном конфликте? Ну, я все-таки обращу внимание, что не аннексировали, а присоединили на основании референдума. В этом плане, на самом деле, я тоже вот вспоминаю 2008-2009 годы события в Косово. Есть такой край в Сербии, который считается духовной родиной сербского народа. Даже вот если вы помните учебники истории, то была так называемая Косовская битва, в ходе которой, ну, принято считать, что сербы потерпели поражение от турок-османов и попали в зависимость от них. На самом деле, это не так. Они там не потерпели поражение, битва была с переменным успехом завершилась. Сервы просто не смогли там победить, и в итоге, да, в силу других каких-то уже обстоятельств, они попали в зависимость от турок-османа. Это в итоге зависимость, через какое-то время, то есть, поначалу это было ленно-вассальное отношение, то есть, сербские рыцари, сербский князь признали своим сюзереном османского султана. И для средневековья это были нормальные отношения. Но позже, позже, вот эти вассан-эленные отношения, конечно, превратились уже просто в такое вот деспотическое господство, попрание прав сербов, физическое уничтожение. Возвращаясь к событиям 2008-2009 года Косовский край, к тому времени уже населенный преимущественно албанцами-косоварами, потребовал себе независимости. Это нонсенс, на самом деле, да? То есть, есть Сербия, тоже многонациональное государство, где живут и сербы, и хорваты, и босняки, и косовары, соответственно. И вдруг косовары говорят, а мы хотим независимости. На что сербские власти им сказали, что у вас есть широчайшая автономия, у вас есть собственные органы власти, но независимости мы вам не дадим. Что сделали в ответ европейцы? Они сказали, что отказ Сербии является грубым попранием прав народа на самоопределение. Водушевленной такой поддержкой косовский парламент принял резолюцию об отделении от Сербии и об образовании независимого косовского государства. Ну, вся Европа поддержала это решение. Я очень хорошо, очень хорошо помню реакцию Путина на это. Он тогда не мог ничего этому противопоставить, но он сказал, что это создает опасный прецедент. И мы не будем обезьянничать, но вы имеете в виду, что последствия будут. И последствия пришли. Вот я хочу вспомнить, это был февраль восьмого года, потом случились события в Осетии августа восьмого года, что сделала Россия? Признала независимость Южной Осетии и Абхазии, ссылаясь на косовский прецедент. А дальше начались мутные споры, что Косово это один случай, Осетия это другой случай, это разные случаи. На что возникает вопрос, ребят, а где находится то место, где хранится лакмусовая бумажка, которая будет определять, это тот случай или не тот случай? По каким критериям можно это определить? Кто эти критерии будет, во-первых, разрабатывать, а кто потом будет судить, эти критерии имеют место быть или не имеют место быть? Где вот находится вот тот центр принятия решения, как сейчас говорят? Европейцы говорят, ну это мы. Мы, ну вы-то дикие, а мы-то вот, мы же европейцы, да, кому как ни нам решать такие важные вопросы. Варвары такие вопросы решать не могут. Я вот напомню, тоже был недавно скандал, буквально на днях, кстати, Жозеф Боррель, это глава европейской дипломатии, знаешь, что он заявил, да, что Европа это сад культурный и приятно пахнущий, а вокруг джунгли. А мы в нем обезьян. Ну, про обезьяна ничего не сказал, ну понятно, кто джунгли населяет, да? И дальше он сказал другую фразу, очень важную. Он сказал, что наступает на такие момент, когда культурный сад должен прийти в джунгли и белый человек должен навести порядок. Это, честно вам скажу, вот, блин, вот, конечно, этот человек, как он еще дипломатом работает, я понять не могу, если честно. Настолько вот расистские, настолько, блин, человеконенавистнические выражения допускает, который, в принципе, несовместимый с оттенциальным дипломатом. Но ничего, работает. Конечно, после этого Путин выходит счастливо и говорит, да они там и рабами торговали, и кокаином торговали, и колониальную политику проводили. Ну, понятно, если европейцы дают нам такие обращики, вот, мне кажется, что это пережитки уже. Вот, казалось бы, Европа пережила фашизм уже, да, вот, все, ну, блин, в прошлом вас это все уже. Тем более, объективно уже мы все понимаем, что будущее вообще за Азией. Экономическое, во всяком случае. Точно за Азией. А, кстати, я тоже люблю вот об этом говорить. Ведь вплоть до 17 века экономическим центром планеты был Китай. Я вот не буду говорить про 17 век, но в 12 веке 80% мирового ВП создавалось в Китае. А сейчас? Сейчас уже не так, потому что есть период, который они называют веком унижения. То есть, с конца 18 века Китай стал деградировать, а как раз Европа сделала серьезный скачок. Но Европа стала лидером, технологическим лидером. Вот последние всего лишь 300 лет, начиная с 17 века у них началось это развитие. А Китай – это страна с трехтысячелетней историей уже. То есть, Китай пережил и Древнюю Грецию, и Римскую империю, и Карфаген, и потом все эти феодальные государства на территории Европы, и Наполеоновские войны. То есть, Европа там перекраивалась как только могла, да? А Китай был, существовал все это время. Я думаю, будет существовать. Подарил нам порох, компас, бумагу, книгопечатание, шелк и массу других полезных вещей. Ты знаешь об этом. Это же не европейские выдумки, да? Так что у нас прекрасные союзники. Да, да, прекрасные союзники, но Борель считает, что это в джунгли. И у садовников из цветущего сада есть право иногда приходить и в джунглях наводить порядок. И безусловно, такой же порядок, видимо, они пытались навести на Украине, и это тоже причина этого конфликта. но без предательства украинских элит это было бы, безусловно, невозможно. Саня Николаевна, я на твой вопрос ответил, надеюсь? Вполне, исчерпывающе. Тогда я пойду, потому что я заказал сегодня бутылочку шикарного виски и хочу его продегустировать. С чешским? Нет, не с чешским. А с кем это будет секрет? Узнаем. Узнаем в следующих выпусках. Все, Ксения, я пошел. До свидания. Продолжение следует...